История духовной жизни Беларуси стала центральной темой открытой дискуссии. Порядка 50 человек, представители епархий, общественных организаций, ученые, студенты, краеведы обсудили вопросы, касающиеся влияния религии на политическую жизнь общества в разные периоды существования православия. Сотрудничество с Брестской епархией у Технического университета продолжается уже не один год. Во многом это взаимодействие подкреплено реальными совместными проектами, которые вносят свой вклад в воспитание молодежи. Наверное, именно для технического образования очень важна эта гуманитарная составляющая, потому что в наших стенах мы готовим не только высококвалифицированных специалистов. Наша главная задача сформировать человека, человека с большой буквы, с моральными принципами, с его отношением к будущей жизни, к своему государству, к людям. Поэтому очень важно, когда мы рассматриваем вот такие вот гуманитарные вопросы, Белорусская православная церковь является, безусловно, одним из фундаментальных таких центров, именно, которая создает те нравственные ценности, укрепляет их, эти идеалы семейные, человеческие. Поэтому нам очень важно обменяться мнениями. Духовное и нравственное воспитание молодежи – это те общие темы, которые интересуют и представители духовенства, и членов студенческого сообщества. Покидая стены вуза, молодой человек вступает в самостоятельную жизнь, где ему предстоит решать много вопросов, строить отношения в коллективе, определять карьерный путь, создавать семью. И кем он станет, какую жизненную дорогу изберет, в чем будет видеть смысл своего развития. Ответы на эти вопросы он будет давать, исходя из вложенных в его душу человеческих принципов. Мы обмениваемся жизненным опытом. Я думаю, что мы друг другу полезны. А это всегда хорошо, когда люди общаются, когда находят общий язык, когда дополняют друг друга. Это дает нам потенциал для жизни, для работы дальше, для созидания, что должен делать человек на земле. А это его предназначение здесь на земле. Поэтому общение, я думаю, что делает нас только лучше, только добрее, делает нас милосердными, потому что мы узнаем друг друга, мы узнаем и радостные, и печальные, жизненные обстоятельства друг друга. И стремимся к тому, чтобы помочь друг другу. Традиционно-пленарная дискуссия предварила деятельность тематических секций, где участники встречи смогли детально остановиться на волнующих вопросах и обговорить более узкие проблемы и положения. Религия, она воспитывает некую духовную вашу основу. И это, естественно, перекликается с обучением. Если университет он воспитывает как специалиста, то религия, она воспитывает человека изнутри. Такие встречи позволяют пролить цвет на малоизученные факты, а также дают духовную пищу для переосмысления и обогащения.